Относительно Байдена, Юрий, вот вспоминаю наш с вами минувший разговор, где вы говорили, предполагали, прогнозировали, что вот-вот может произойти что-то, что от демократов будет другой кандидат. И якобы Байден об этом может заявить. Свежее заявление Джо Байдена, он говорит о том, что если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас проблема, да, тогда бы он снялся с выбора. Как это трактовать? И вот ваш прогноз, который, ну, собственно говоря, не сбылся. Каковы причины? Как вы их видите? Потому что мы наблюдаем за ситуацией, насколько она динамично меняется. Все-таки какова ситуация сейчас, что касается демократов, демократической партии? Ситуация развивается с одной стороны стремительно, с другой стороны стоит на месте. Потому что президент Байден делает все возможное в его силах, чтобы закончить любые разговорчики в строю по поводу того, что его можно заменить на кого-то другого. Да, у него были плохие дебаты, да, у всех бывает плохой вечер, но он дал несколько хороших речей, он считает, что он показал всем, кому нужно, что он абсолютно нормальный, все замечательно, движемся вперед. А в это время по опросам населения мы видим, что слабый кандидат Трамп продолжает не проигрывать, а как-то даже наравне с Байденом, а иногда даже и опережать его на 2-3 очка. А Байдену нужно на самом деле опережать Трампа на 2-3 очка в национальном опросе, чтобы выиграть по электоральному колледжу. Поэтому ситуация нехорошая сейчас для Байдена. Поэтому давление от демократов на Байдена продолжается и будет только усиливаться до тех пор, пока либо Байден не уйдет, либо ситуация с опросами не начнет улучшаться. Сколько может Байден терпеть того, что цифры не меняются в его пользу, сколько речи он может произнести, непонятно. Но как президент он должен до последнего момента настаивать, что все прекрасно, все под контролем, и он никуда не уходит. Но пока он не уходит. И что произойдет после этого до конца непонятно. Вроде бы сейчас план, что это будет Камала Харрис, если Джо Байден примет решение о том, чтобы выйти из гонки. И надо признать, что это решение Джо Байдена, которое сейчас, так сказать, если бы это было не решение Джо Байдена, то, наверное, его бы уже ушли. Но это решение Джо Байдена, и он решает, и ему дают время, потому что демократы относятся с уважением к этому человеку, но при этом им демократы нервничают. И вот такая сейчас ситуация. Потому что желающих и способных демократов пруд пруди. Есть губернатор Калифорнии, есть губернатор Мичигана, есть губернатор Пенсильвании, есть вице-президент, есть министр транспорта. Так что желающих и способных политиков очень много. Пока что я рад видеть тому, что все это давление и все это происходит под ковром. Пока что нет того раздрайва в демократической партии, который был бы очень опасным сигналом для ноября. В этом смысле демократы ждут, и сейчас же происходит съезд у республиканцев, а через месяц будет съезд у демократов, который будет происходить в Чикаго, тоже недалеко от нас. Как бы Миллоки и Чикаго это соседние города, от них на машине час ехать из одного, пока вы попадаете в район Чикаго, до района Миллоки, они как бы почти что даже пересекаются. Так что соседние города, соседние места. И там в 68-м году был съезд демократов, и были большие беспорядки. Поэтому демократы нервничают, что будут там беспорядки. То есть демократы пытаются следить за своим базаром, и если начнется, и не хотят, чтобы было что-то, что ослабило бы партию, чтобы увеличило бы шансы Трампа выиграть. Поэтому пока что они себя ведут ответственно и следят за базаром. Но посмотрим, насколько это будет продолжаться, и что будут показывать опросы населения. Потому что если Байден проигрывает по опросам населения 5-10 очков, то и тогда могут начать политики в открытую начать заявлять. Потому что если они делают это за закрытыми дверями, ну это даже не особенно ничего означает. А как если они говорят перед камерами о том, что они считают, что их президенту из их партии нужно подумать о том, чтобы уйти, или просто уйти. Это достаточно важный сигнал для президента. Особенно если их будет больше и больше, особенно если к ним присоединится Нэнси Пелоси. Потому что Нэнси Пелоси пока что говорит, что это решение Джо Байдена, он должен его принять, мы его поддерживаем. И она как бы старается просто держать эту дверь открытой. Но вот такая борьба, это то, что должно, мне кажется, происходить здоровой, демократической, не по названию демократии, а просто как демократия. А здоровой политической партии, где видят люди, что есть угроза, пытаются эту угрозу предотвратить, что-то по этому поводу делать. Президент, есть обратная связь, все это функционирует. Просто если вы привыкли маршировать, и вы принимаете хорошо марширующую колонну как идеал, то тогда демократы могут вас не устраивать. Ну, наверное, поэтому так много русскоязычных поддерживают республиканцев, наверное, просто вот это знакомое мышление. Но для демократов сейчас просто это очень важный момент, потому что проиграть нельзя. О Трампе и за, ну, собственно говоря, там, заявлениями Трампа и также за повесткой дня сейчас американской политики следит и Кремль. Свежее заявление пресс-секретаря Путина Пескова, который сказал, что в США при президенте Дональде Трампе ничего хорошего для России не делали. Однако положительным было то, что между странами был диалог. Как читать это заявление? С точки зрения американской... Это подтверждение для Трампа и насколько Трамп, он действительно для кремлевского режима прогнозируем, потому что вот те симпатики Трампа, они говорят о чем? О том, что заявления он делает одни сейчас, чтобы добиться какого-то результата, а политика его может быть кардинально другой. Смотрите, тут три момента. Во-первых, с точки зрения американских журналистов, Трамп... Четыре года не было войны, вот это заявление, что при Трампе не было войны. С точки зрения американских журналистов, это потому что Путин видел, что Трамп делает его работу за него. Трамп разваливает НАТО, и Трамп привел ситуацию к тому, что это ослабило бы Европу, он выводил американские войска из Европы. Это все ослабляло НАТО, это важно отметить. С другой стороны, мы не знаем точно, что будет делать Дональд Трамп. Конечно, это правда, потому что Дональд Трамп – это агент хаоса, и поэтому никто не может до конца предсказать, что будет делать безумный человек с ядерным оружием. Но от этого нам не легче. И третья часть тут – это то, что сейчас, потому что они идут к победе, или с их точки зрения, они решили, что более правильная стратегия не запугивает людей, видимо, и говорит, что все, сейчас придет к власти Трамп и вам хана. А вместо этого республиканцы и, видимо, Песков, поскольку у них методически, если бы часто, совпадают, ну просто до устрашающего уровня, пытаются нагнать такой необязательной неуверенности, не все так однозначно, понимаете, что Трамп, мы такие хорошие, белые, почти пушистые, давайте объединяться сейчас, было ужасное покушение, давайте объединимся вокруг Трампа, ура, ура, ура. А когда говорят американские журналисты по поводу съезда республиканцев, говорят, что-то они не такие безумные, как обычно. Они понизили свой уровень безумия, не хотят перепугать людей перед выборами. И вот мне кажется, с этой точки зрения я и рассматривал бы заявление Пескова, что не хотел бы распугать людей, американцев, особенно перед выборами, которые имеют такие большие последствия для России, с пониманием того, что если приходит к власти Трамп, то Россия получит все, что хочет. Так же, как она, так же, потому что Америка будет продолжать изоляционистский выход с мировой сцены. Джей Ди Вэнс просто артикулирует это, выражает это более четко, чем даже Трамп в состоянии это сделать. Но любой приход Трампа, трампизма, трамписта к власти означает уход Америки как мировой силы, означает изоляционизм и означает победа Путина и России. Еще один интересный момент в части покушения. Как читать, в части покушения Дана Трампа, как читать вот эти заявления от Илона Маска, когда сразу после покушения, после этого инцидента в Пенсильвании Илон Маск заявил о том, что на него готовились покушения тоже. Что это такое? Ну, не он один. Был человек, я даже не смотрел его фамилию, который там возглавляет концерн, который делает боеприпасы, на которого было раскрыто покушение со стороны России. Вы имеете в виду Рейн Матал? Кажется, да. В Германии? Да. То есть насилие, политическое насилие, государственное насилие, я уже не говорю про новичок и все с ним связанное. Это есть и, к сожалению, это будет. Но просто, во-первых, надо отметить такой интересный момент, что, как правило, когда мы говорим про убийц вот такого типа, мы говорим либо про государство типа России, либо мы говорим про одиночек, радикализированных российской или республиканской консервативной пропагандой. Потому что, когда леваки протестуют, они собираются в марши, они вот как в Милвоках было по поводу съезда, они, может, даже за Палестину, но они маршируют и они размахивают флагами. А когда консерваторы недовольны, они залезают на крышу и начинают стрелять. Это, мы видим, белый мужчина с винтовкой, но это американская классика. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что нужно отметить, что Дональд Трамп здесь имеет большую-большую уязвимость, которую он не может контролировать и которую никто не может контролировать. А в этом является ключевая часть сознания американского избирателя. Дональд Трамп своим вот этим, тем, что он делает, и своей риторикой, и тем, что на него было покушение, одним из тех, кто был, так сказать, ну, как бы все это происходит у него на поле, и его, как бы считают теперь своим гангстеры и рэперы, да, может быть, он добавляет себе какие-то определенные черные голоса избирателей и черных избирателей, но он теряет разумных американских избирателей. Потому что вот такого типа насилия, все это выглядит опасно. Кто хочет теперь пойти, мне интересно, на ралли Трампа? Там человека убили, двух ранили, и Трампа ранили, наверное, тоже нужно считать человеком. Поэтому это опасно, мне кажется, теперь связываться с Трампом. Поэтому, с одной стороны, я рад, что он выжил, потому что вместо Трампа за решеткой, за его преступления, не быть жертвой политического насилия, никому такого нельзя быть, не заслуживает никто. Кроме Путина. Потому что там нет выборов, и его нельзя по-другому оттуда вынуть. Поэтому как Путин, так и лучше, так сказать, как от него избавиться, это детали. Так что Трампу нужно просто его насилие будет отвергнуто американским избирателям, и он не может здесь уже ничего сделать. А Илон Маск, ну, сейчас, его даже то, что мне кажется, и американцам, мне кажется, что-то слышу из разных источников, из разных чайников о том, что Илон Маск согласился дать, ну, практически Трампу на избирательную кампанию 45 миллионов долларов в месяц. Сейчас до, видимо, выборов. Во-первых, это у них совпадают приоритеты. С другой стороны, он опять же считает, что у Трампа как минимум хороший шанс выиграть. Поэтому почему бы не вложиться? И это сейчас мы будем видеть от разных людей, которые пытаются вот так вернуться. Не то, чтобы у Илона Маска когда-то были другие идеи, но лояльность Дональду Трампу, если Дональд Трамп станет президентом. Это важно. Единственная проблема для Украины, что лояльность для Трампа со стороны Украины, это означает самоуничтожение. А какого Украина будет сама лезть в газовую камеру, я не понимаю. Поэтому это все тут как-то тут с точки зрения Украины один маленький проблем, потому что у вас война с главным бенефактором Трампа. И это просто мне является всегда для меня возможность сказать, что Трамп проиграет, потому что американские избиратели его отвергнут. Мы просто хотели бы иметь максимально сильного лидера с нашей стороны, кандидата. Для нас это важно. Нам хочется быть вдохновленными, чувствовать что-то прекрасное, когда мы идем голосовать. Но если нужно, проголосуем за гроб с Байденом, потому что это лучше, чем Трамп. И это просто хотелось бы донести до ваших замечательных зрителей и слушателей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok